В городе Видное функционирует целый комплекс творческих кружков и клубов, объединенных в учреждения «Энергия». У каждого из них есть почитатели и любители. Конечно, они появятся и у новых клубов, которые только открылись. Возможность развивать свой талант теперь есть у ценителей фотографий, выжигания по ткани, дереву и других. Подробности далее. В рамках бюджетного учреждения «Энергия» осуществляют свою деятельность молодежные клубы различных направлений. Более 300 детей посещают занятия и развиваются творчески. Конечно, для этого нужны соответствующие условия. А вот ситуация с расположением некоторых центров досуга еще пару месяцев назад была крайне негативная. В связи с этим перед городской администрацией стояла задача ее исправить. Мы приняли решение освободить ряд помещений первых этажей жилых зданий, где располагались у нас муниципальные площади, освободить от подразделения администрации и расположить здесь именно те клубы, которые сегодня находились либо в подвальных помещениях, либо ютились в одной какой-то маленькой комнатке, были без вентиляции, без естественного освещения. 3 июля в центре города на улице Советская в домах 48, 50, 52 распахнули свои двери новые культурные учреждения. Студия художественного выжигания «Огонек» – одна из них. Мы решили открыть такое направление, потому что востребовано. Детки очень заинтересованы в этом направлении, так как аппараты дорогостоящие, не каждый может купить их домой к себе в пользование. Поэтому решили сделать такое направление именно в клубе. Уже на открытие пришли ребята, желающие научиться выжигать по дереву и по ткани. Раньше так в детстве мне подарили выжигательный аппарат. Я немножко выжигала, и вот когда клуб открылся, можно теперь ходить и нормально начать выжигать профессионально. Я раньше видел работу выжигания, и мне очень понравилось. И вот решил записаться. Так как фотосъемка в наше время обретает всю большую популярность, открытие клуба фотографии стало для многих долгожданным. Мне бы хотелось, чтобы они понимали, что фотографии – это не просто нажимать на кнопочку. И это, в первую очередь, способ видеть мир вокруг себя глубже. Клуб рукоделия существует много лет. Но вот только сейчас у него появилось достойное помещение. В основном мы базировались на школьной улице всегда. Поменяли там не один адрес. Начинали с подвала, как все. Вот пришли такие времена, что нам предоставили сейчас такое огромное помещение, что даже и второй клуб мы смогли открыть с новым направлением. Квилд-клуб постоянно растет, развивается. Его воспитанники добиваются отличных результатов. Как здорово, что в рамках клуба теперь появилась возможность получать навыки в студии художественной росписи «Русские узоры». Безусловно, новые молодежные клубы привлекут еще больше учащихся, которые смогут воплощать интересные замыслы, заряжаясь творческой энергией от увлекательных занятий и друг от друга. И, возможно, со временем это искусство для кого-то из них превратится в любимое дело. Лариса Вольнова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.